В прямом эфире вечерний выпуск новостей. В студии Виктория Зеленская. Здравствуйте! И вот некоторые темы выпуска. На их счету тысячи добрых дел. Я очень рад, что этим занимаюсь. Просто, ну, по сути, за доброе слово, за спасибо. Волонтеров Краснодара поздравили с Днем Добровольца. Предпраздничная пора не повод расслабляться. Подготовку к Новому году и зимнему курортному сезону обсудили на совещании с губернатором Кубани. Ректор технологического университета официально назначен на должность. Мы должны как раз стать вот таким большим, крупным, инновационным центром. Какие планы уже намечены? На улице Орджиникидзе в Краснодаре сегодня и завтра будет ограничено движение. Перекроют проезды для проведения мероприятия, посвященного десятилетию образования Кубанской метрополии. 6 декабря водители не смогут проехать по участку от улицы Митрофана Седина до Красноармейской с 6.00 до 20.00. А 7 декабря ограничение будет действовать от Митрофана Седина до Красной. Водители просят быть внимательнее и заранее планировать свой маршрут с учетом изменений. Подготовку к новогодним праздникам и зимнему курортному сезону обсудили на совещании. Его провели губернатор Вениамин Кондратьев и глава ФСБ края Сергей Захарихин. Если для жителей и многочисленных гостей конец года – это время отдыха и предпраздничных забот, то для тех, кто обеспечивает порядок в регионе – это время напряженной работы. Глава региона акцентировал внимание на том, что нужно усилить меры безопасности в местах массового скопления людей, а также на АЖД и автовокзалах в аэропорту. Особое внимание к себе требует Сочи. Сотни тысяч туристов приедут посетить горнолыжные курорты. По опыту прошлых лет там развернется оперативный штаб, который будет работать во время новогодних праздников. Такое поручение дал Вениамин Кондратьев. Что касается оперативного штаба, который мы в Сочи всегда развертываем, Елисен Санянович, вам поручаю этот штаб возглавить. Он должен начать работать с 11 декабря, для того, чтобы огромный поток и машин, и людей, и общественного транспорта, как мы не раз говорили, развести, чтобы не создали транспортный коллапс. Ну и в целом, и канатные дороги должны работать, также должно быть энергоснабжение, водоснабжение, газоснабжение. И Сочи, понятно, и в целом курортных городов, где будет огромное количество отдыхающих. Конечно, самой Красной Поляны на высочайшем уровне, потому что, еще раз подчеркиваю, людей будет отдыхающих очень много. Также глава региона поставил задачу обеспечить бесперебойную работу электрогаза и водоснабжения. Аварийные бригады должны круглосуточно дежурить в каждом районе. На готовности будет находиться и снегоуборочная техника. На Кубани почти 300 предприятий стали участниками нацпроекта «Производительность труда». В администрации Краснодара прошел совещание, на котором подвели итоги участия краснодарских предприятий оборонно-промышленного комплекса и тех, у которых есть мобилизационное задание в федеральном проекте. Мы собрали вас обсудить вопрос важный для экономики города, для экономики всей страны. Это участие предприятий оборонно-промышленного комплекса в нацпроекте «Производительность труда». Важная часть работы для наших коллективов, для жителей города. Мы собрали здесь, чтобы понять, как мы друг друга понимаем, с высшим пригласили краевые структуры для общей позиции и общей повестки. В связи с нынешними реалиями особо остро стоит вопрос о повышении производительности труда на предприятиях ОПК. Задачи стоят по вовлечению предприятий оборонно-промышленного комплекса достаточно на высоком уровне. Эти задачи поставлены сегодня регионом для того, чтобы вам помочь повысить производительность труда и эффективность работы на своих производствах. Основные направления, с которыми в первую очередь работаем, и что влияет и на себестоимость, и, соответственно, на рост прибыли, это снижение времени протекания процесса, это сокращение запасов и рост выработки. Участником нацпроекта может встать любое производственное предприятие при условии прохождения конкурсного отбора. К другим темам. Краснодарских волонтеров поздравили с Международным днем добровольца. Они работают в разных местах краевой столицы, но делают одно большое дело. Помогают пожилым людям, детям, матерям, чьи сыновья отправились в зону проведения специальной военной операции. О том, как поздравили добровольцев краевой столицы и почему молодые люди выбирают это направление, расскажет Аделина Серенович. Это не фестиваль или рок-концерт, это праздник волонтерства. С каждым днем добровольческое движение растет. Вот сегодня в городе бескорыстной помощью занимается 43 тысячи человек и более трех тысяч волонтерских организаций. Они работают в разных сферах, но делают одно большое дело – помогают людям. Поздравил с праздником и вручил благодарственные письма. Особенно отличившимся волонтерам первый заместитель главы Краснодара Максим Слюсарев. Сегодня у вас есть не профессиональный, наверное, а праздник выбора души, который единожды найдя, очень здорово пронести по всей жизни. Я хочу еще раз вам всем сказать большое спасибо за ваше, прежде всего, небезразличие, за вашу активность и за то, что вы являетесь примером для многих-многих ваших сверстников, а также для многих старших. Илья Дмитриев в движении первых уже два года. В 16 лет молодого человека в качестве волонтера на поезд победы отправил штаб Академии МСИД. Думал, одного раза будет достаточно, но добрые дела затянули. Сегодня он помогает по различным направлениям. Я закрутился в этом, засуетился и стал постоянно максимально активничать на протяжении двух лет. И чуть ли не каждый день меня закидывали на волонтерство, иногда даже по два в день. На самом деле огромное количество эмоций. Я очень рад, что этим занимаюсь. Просто, ну, по сути, за доброе слово, за спасибо. И мне это нужно самому, потому что я это люблю, мне это нравится. Благодарности за плодотворное сотрудничество также вручили добровольческим штабам, учреждениям образования региона, студотрядам, национальному центру помощи пропавшим и пострадавшим детям. Волонтерский центр Академии Маркетинга и Социально-Информационных Технологий сегодня насчитывает 200 человек. Они приходят на помощь при чрезвычайных происшествиях, разносят продуктовые наборы, работают на культурно-спортивных мероприятиях города. Помимо воспитательной работы, это их реализация, это возможность быть яркими, это возможность показать, что они тоже много чего могут. Это их команда, потому что ребята приходят друг друга поддержать, ребята друг другу помогают. Они с горящими глазами бегут на помощь друг другу в первую очередь, а вместе они сдвигают горы. Добрые дела, они заразительны. Если вы хотите присоединиться к армии отзывчивых сердец, начать можно с платформы добро.ру. Аделина Сиринович, Андрей Такмаков и Данила Стапенко. Телерадиокомпания «Краснодар». В Краснодаре в парке имени 30-летия победы наградили победителей конкурса памяти маршала Жукова. Он проходит ежегодно. Его основная цель – это объединить усилия органов местного самоуправления, различных ветеранских и молодежных организаций по патриотике и физическому развитию. В этом году телеканал «Краснодар» занял первое место в номинации «Лучшее освещение оборонно-массовой и военно-патриотической работы в СМИ». Обо всем подробнее в материале Алины Сорокиной. Сегодня наградили 49 организаций. Все они стали победителями конкурса. В течение года объединения проводили большую работу по патриотическому и нравственному воспитанию. В этом году конкурс прошел по 18 номинациям. Проводили патриотические мероприятия в 4 периода. Зимний рубеж, марш победы, летнее наступление и осенний прорыв. Все победители – люди с активной жизненной позицией. Каждый помогает в той сфере, где он трудится. Например, в Пашковском доме культуры прошли тематические спектакли, лекции, фотовыставки. Наш дом культуры поддерживает бойцов СВО. В том числе наши ребята ездят в госпиталь, в Молькино тоже в войсковой части выступали. Даже сегодня наши ребята как раз-таки выступали в госпитале. Были выбраны лучшие – молодежные объединения, трудовой коллектив, парк культуры и отдыха, библиотека, спортивные учреждения и многие другие. В этом году решили не только наградить, но и выдвинуть новые предложения. И в этом году мы приняли решение сделать формат не как это обычно, в концертно-творческом таком формате сделать, а больше сделать его действительно в деловом формате, обменяться теми идеями, практиками, предложениями, которые есть. Как сказали организаторы, в этом конкурсе нет победителей и проигравших, поскольку все работают на одно общее дело. Хочу сказать, я думаю, что понятно, что как любой конкурс, как любое соревнование подразумевает подведение итогов и определение победителей, номинантов, лауреатов и так далее. Но на мой взгляд, когда вопрос стоит о военно-патриотическом и оборонно-массовой работе, здесь все победители. Все, кто участвовал, это все победители. А вот в номинации СМИ победителем стал наш телеканал «Краснодар». Награду получил генеральный директор телерадиокомпании Максим Жмуцкий. Конкурс носит имя Георгия Жукова, маршала Победы. Выдающийся полководец посвятил свою жизнь служению Родине. Как сказали организаторы, мы обязаны бережно хранить память о прошлом и воспитывать своих детей на достойных примерах. Алина Сорокина, Виталий Артеменко, телерадиокомпания «Краснодар». В Кубанском государственном технологическом университете новый ректор. Вуз возглавил Игорь Лагерев. По итогам голосования в КубГТУ он набрал более 95% голосов от работников и студентов. Тему продолжит Анна Мальгина. Игорь Лагерев самый молодой ректор одного из ведущих вузов Кубани. Свой путь в педагогическую деятельность он начинал в Брянской области. Там больше 10 лет работал проректором по инновации в Брянском государственном техническом университете. В 2011 досрочно защитил кандидатскую диссертацию по подъемно-транспортным машинам через 5 лет докторскую. Параллельно окончил Московскую школу управления. Входил в совет молодых ученых. Кроме того, стал полуфиналистом первого конкурса лидера России. Я могу его охарактеризовать исключительно как ответственного, знающего, дисциплинированного руководителя. Я знаю много о его научной работе, знаю, что он достиг значительных высот в своей сфере. В должности исполняющего обязанности ректора КубГТУ Игорь Лагерев с апреля этого года. За это время удалось стабилизировать ситуацию в УЗИ и расширить количество приемных мест в компании этого года. Сам Игорь Александрович отмечает, что для него преподавательская и научная деятельность – это не работа, а любимое дело. Есть такая поговорка, что сделай свое хобби работой, ты не будешь работать ни одного дня в жизни. Понимаете, основная моя работа – это управленческая работа, это административная работа в университете. И так было, в принципе, на всех стадиях моей карьеры. Поэтому наука и преподавание для меня, может вы удивитесь, это не работа, это как раз-таки одно из основных моих увлечений. За более чем полгода молодой руководитель сумел завоевать уважение и доверие коллег. У каждого университета есть свой код. И когда руководитель приходит из другой организации, перед ним встает сложная задача разгадать этот код, подобрать к нему шифры, ключи. И Игорю Александровичу за этот небольшой срок перед выборами удалось подобрать эти шифры. Он не только детально ознакомился со структурой университета, работой кафедры, но и проникся традициями Кубанского государственного технологического университета. При Игоре Александровиче, на мой взгляд, началось движение вперед. И пример тому – активное участие университета в различных российских и международных выставках и форумах. Атестационная комиссия Федерального министерства образования на должность ректора КубГТУ рассматривала кандидатуры трех человек. Это Игорь Лагерев, Роман Личенко и Всеволод Калиневский. На конференции работников и обучающихся вуза за Игоря Александровича проголосовали 95%. Мы должны, условно говоря, создать некий фундамент, а потом переходить к развитию. Именно моя программа это и подразумевает, что в течение ближайшего года мы налаживаем все основные процессы, создаем кадровые, материальные, технические, организационные условия для реализации больших программ развития. А уже через год начинаем большую полномасштабную программу развития и совершенствования университета. И мы должны как раз стать вот таким большим, крупным инновационным центром. Главной своей задачей новый ректор считает увеличение количества студентов вуза. В планах на ближайший год стабилизировать финансовое положение университета и начать участвовать в федеральных программах развития, чтобы сделать вуз лучшим не только в ЕФО, но и в России. Анна Мальгина, Александр Шереметьев, телерадиокомпания «Краснодар». В краевой столице проводят образовательные семинары для управленцев из Херсонской области. Кубанские эксперты делятся с коллегами опытом участия некоммерческих организаций в развитии региона, формирования муниципальной правовой базы, а также инициативного бюджетирования. Краснодарский край является регионом-шефом Херсонской области и оказывает большую помощь в становлении и развитии новых территорий. Сегодня мы живем во время возможностей. Для некоммерческих организаций имеется ряд мер поддержки, которые возможно применять на территориях для улучшения качества жизни людей. В нашем регионе эта практика значительно развита благодаря поддержке губернатора Краснодарского края. Именно этой практикой мы будем делиться на площадке некоммерческих организаций. Мы нашим гостям обязательно расскажем и покажем, что же такое социальное проектирование. Для нас это, конечно, новый опыт. И вы знаете, приятная честь, что мы сейчас находимся здесь, в Краснодаре, что у нас есть не просто помощники, консультанты, наставники, это большие люди с большой буквы «наши друзья». Мы чувствуем их теплоту, поддержку. И вы знаете, в любой момент есть отклик. Получаю все больше и больше опыта. Также расширенный взгляд на разные решения вопросов. В ходе пленарного заседания было подписано соглашение о межмуниципальном сотрудничестве и взаимодействии Ассоциации Совет муниципальных образований Краснодарского края и Совет муниципальных образований Херсонской области. Образовательные семинары продлятся до конца этой недели. За три года действия системы киноребейта региональные власти поддержали 38 кинокартин на общую сумму больше 100 миллионов рублей. В Крэйву администрации подвели итоги предоставления субсидий организациям кинематографии на возмещение части затрат, связанных с производством фильмов на территории Краснодарского края. Для сравнения, если в 2020 году на Кубани отсняли около 20 фильмов, то благодаря действию меры к государственной поддержке в 2023 году на территории края реализуются уже 43 картины. А общие затраты к кинокомпании по всем проектам превысили 600 миллионов рублей. Мы готовы и дальше масштабировать государственную поддержку. В этом году увеличили процентную ставку с 20 до 30 процентов и максимальный размер субсидий по одному кинопроекту до 12 миллионов рублей. Внедрили новый микрозайм кино, который предназначен специально для бизнеса в сфере кинематографии. Предприниматели могут получить до 5 миллионов рублей по ставке 3 процента. Действующая мера поддержки все больше привлекает на Кубань кинопроизводителей из других регионов страны и даже из-за рубежа. У нас действительно эта отрасль на сегодняшний день развивается крайне бурными темпами. У нас практически удваиваются ежегодно кинофильмы в регионе. Меры поддержки Альси Санч согласовывают все больше и больше. И интерес это вызывает у наших киношников, в том числе и московских компаний, также больше, в том числе еще и иностранный бизнес. Краевые власти поддерживают и создание сериала о сельском хозяйстве. Работа над ним уже идет, а главными героями картины будут студенты аграрных факультетов, а площадкой для съемки станет территория Кубгау. С такой идеей выступила местная кинокомпания. Как отметил замгубернатор Александр Рупель, сериал сможет сделать профессию сельхозпроизводителя, привлекательнее для молодежи. В историческом парке Краснодара «Россия. Моя история» открылась мультимедийная выставка «Летопись Кубанской метрополии». Приурочили ее к 10-летнему юбилею. Наша съемочная группа побывала на открытии. Что ждет посетителей экспозиции, расскажет моя коллега Татьяна Леонова. Этот проект рассказывает об истории Русской Православной Церкви с середины 20 века до наших дней. Здесь и редкие фотографии в мультимедийном формате, и церковные книги, иконки, личные вещи и предметы. Всего на выставке более 50 оцифрованных фотографий и 23 экспоната. В их числе икона святой великомученицы Варвары конца 19-го, начала 20-го века. Это ручная работа, которая сохранилась до сегодняшних дней. Специалисты отмечают, что постель она похожа на послепетровскую русскую иконопись. Отреставрировали ее пару лет назад, в августе 2021 года. Эти исторические экспонаты не оставили равнодушными и школьников. Роман Сарваров учится в 7-м классе 98-й школы Краснодара. Он юноармеец. Папа мальчика – реставратор, как раз церковной утвари. Вместе они систематически посещают соборы и храмы. Так что подросток уже многое знает об истории церкви, но сегодня пополнил свои знания и новыми фактами. Мне понравилась фотография Свято-Троицкого собора, потому что мне вообще очень нравятся постройки из красного кирпича. И у него еще зеленые купола были, они мне тоже довольно очень понравились. Плюс то, что она интерактивная, можно взять, посмотреть, почитать. Есть документы, многие, которые могли не сохраниться, они есть. Их можно рассмотреть, почитать даже вблизи. Все эти экспонаты – из запасников церковно-исторического кабинета Екатериндарской духовной семинарии. Организаторы выставки постарались сделать ее уникальной, в том числе в удобном формате для молодежи – мультимедийном, чтобы по-современному рассказать о важных событиях истории. Историю нужно не только знать, но и передавать эти знания подрастающему поколению. Ведь без прошлого нет будущего. Посетить мультимедийную выставку, летопись Кубанской и Метрополии жители и гости краевой столицы смогут до середины января 2024 года. Татьяна Леонова, Алексей Товстенко и Данила Стапенко. Телерадиокомпания «Краснодар». Венок победы. Восьмой краевой творческий конкурс под таким названием провели в Краснодаре. Из более чем 40 муниципальных образований региона в краевую столицу приехали победители семи возрастных категорий. Они состязались в 12 номинациях. В этом году тема конкурса «Героизм солдат, павших в годы Великой Отечественной войны» и участников СВО. Все подробности в сюжете Лилии Пасмуровой. Самому младшему участнику конкурса 4 года, а самому старшему 92. Этот венок победы объединил людей разных возрастов и поколений. Чтобы еще раз напомнить, что за мирное небо над нашими головами отвечают защитники. Как в годы Великой Отечественной войны, так и сейчас во время спецоперации. Мы как бы создали такой мост времени, провели параллель борьбы с фашизмом тогда и сейчас. И специально были написаны стихи, которые увековечивают память о героях погибших уже в специальной военной операции, о тех, кто остался жив и при этом совершил героический поступок и получил либо звезду героя, либо орден мужества. Также увековечены те забытые герои Великой Отечественной войны, о которых мало написано. На суд жюри участники представили стихи, песни, танцы и мини-спектакли. Никите Гавриленко 16 лет, и он три года подряд занимал в этом конкурсе первое место. В этот раз тоже победитель. Занять первое место ему помогло стихотворение «Кто же такой солдат?». Писал я его самолично. Я вложил в это стихотворение свою картину представления солдата. То есть все качества, которыми должен обладать настоящий защитник своего отечества, моральными ценностями, которыми он должен обладать. Я считаю, что, во-первых, солдат должен быть честным, солдат должен не бояться за свою жизнь и заботиться об окружающих. Восьмилетняя Кира Соловьева принимает участие в конкурсе «Венок победы» первый раз. Она приехала из Усть-Лобинска, чтобы прочитать в краевой столице стихи о войне и бессмертном подвиге солдат, который никогда не будет забыт. В героизме – это когда кто-то выиграл солдат. Их подвиги нужны, чтобы Родину защищать. Я хочу пожелать солдатам счастья, здоровья. Это самое главное. В этом году на участие в конкурсе подали заявки более трех тысяч человек. До финала дошла тысяча. Каждый из победителей получил кубок, статуэтку и дипломы участников. Лилия Пасморова, Александр Шереметьев, телерадиокомпания «Краснодар». Как женщине совмещать работу, общественную деятельность и семью? Об этом говорили в «Краснодаре». Воплощать идеи и проекты активных представительниц прекрасного пола помогает «Союз женщин России». На встрече обсудили важные социальные вопросы. Какие именно узнала наша съемочная группа? Встреча «Союза женщин России» началась на торжественной ноте. Со сцены участников поприветствовал Оркестр народных инструментов Межшкольного эстетического центра Краснодара. Сегодня активные представительницы прекрасного пола обсудили то, как организовать сообщество в своем муниципалитете, найти единомышленников и объединиться для общего дела. На все интересующие женщины вопросы ответила советник председателя «Союза женщин России» Надежда Оленина. Основными целями нашего «Союза женщин» является действительно предоставлять возможности для самореализации женщины, поднимать ее на уровень принятия решения, поддерживать ее предпринимательскую инициативу и помогать ей решать те бытовые проблемы подчас, которые возникают у женщин. Мы очень хотим, чтобы Краснодарское региональное отделение и последующие образованные местные женсоветы стали таким дополнением в мозаику больших добрых и хороших дел, которые совершает «Союз женщин России». А добрых дел действительно немало. Сейчас одна из главных задач «Союза женщин России» — помочь жителям новых российских территорий и поддержка защитников Отечества на передовой. Многие из присутствующих активно участвуют в сборе гуманитарной помощи для жителей новых регионов и бойцов, которые защищают страну на линии фронта. Мы отправили около трех партий блиндажных свечей. У нас планируется большая отправка. Свечи накатаны на 97 килограмм парафина. Собираются игрушки в детские дома, в фонды различные в городе Мариуполь, в детские фонды, которые помогают и заботятся о детях-инвалидах, какие поступают запросы. Соответственно, мы откликаемся. Организовать подобные мероприятия помогают городские и краевые власти. Благодаря их поддержке у «Союза женщин России» есть возможность воплощать в жизнь свои проекты, собираться и делиться опытом. Говорили на встрече и о важности сохранения семейных ценностей. Наше будущее, конечно же, в наших детях, в наших подростках. И насколько женщина, насколько в семье будет культивироваться любовь, почитание, уважение. Такое будет наше будущее, наше общество. Насколько женщины будут увлечены, насколько женщина будет интересна, настолько будет наше движение идти вперед. В планах женсовета объединяться не только на региональном, но и на международном уровне. Михаил Теслин, Виктория Зеленская, телерадиокомпания «Краснодар». А на этом пока все. Следите за новостями в наших социальных сетях. И хорошего вам вечера.